Яркая, лаконичная, романтичная. Новая весна, новая ты. Выбирайте на Озон свой образ с весенним настроением. Всем привет! Что? Где я? Почему я тут вообще сижу? Раньше в этом помещении было что-то типа гаража, в котором хранился всякий хлам, его остатки до сих пор видны на заднем плане. А сейчас у меня в планах из него сделать супер эстетик джим. Как ко мне вообще пришла эта идея? У меня дома всегда стояла миниатюрная беговая дорожка, на которой я проходила в день до 5 километров. Она не разгонялась быстрее 6 километров в час, у нее не было никаких особенных фич. В один момент она сломалась, и на день рождения папы я купила полноценную классную беговую дорожку. И тут-то мы и пришли к выводу, что дома ее не поставишь. Так мы тут и оказались. Пару дней назад мы были в строительном магазине и купили первый материал для того, чтобы начать ремонт. Это помещение, конечно, не может быть рассчитано на 5 тренажеров и боксерский ринг, но для домашних тренировок оно просто идеально. Здесь будет стоять беговая дорожка для кардио, и хранится очень много разного эквипмента для тренировок и растяжки. Всякие коврики, кирпичи, гантельки. На этой стене большое зеркало, думаю даже повесить балетный станок. Все вот эти многочисленные фотографии из Пинтерест выступают референсом к тому, какого результата я хочу добиться. Здравствуйте! Ну, собственно, вот что мы имеем. Йоу! Офигеть! Я и не предполагала, что буквально за пару часов тут положат пол. Ну что, друзья, это день 2 нашей Garage Transformation. Мы вышли совершенно на новый уровень. Как вы видите, я уже сижу на готовом полу, среди готовых стен. На данном этапе мы уже имеем стены, потолок и... Все. Что у нас по плану? Сегодня буквально в течение 15 минут приедут устанавливать зеркало. Я считаю, что это один из самых главных пунктов, потому что помещение относительно небольшое, и зеркало его визуально увеличит. Также сегодня мы, скорее всего, установим то, ради чего мы вообще здесь сегодня собрались. Это вековую дорожку. В понедельник натянут потолок и завершится весь этап отделки. И мы полностью перейдем, наверное, к самому интересному. Это, конечно же, к благоустройству этого помещения. И в конце всего этого я обязательно сделаю тур. Мне все уже очень нравится. Кстати, пол здесь очень крутой, потому что он с подогревом, и когда я буду на нем заниматься, мне не будет холодно. Скоро на эту стену приделают регулятор, чтобы я смогла регулировать температуру. Но пока мы имеем только вот это. Продолжение следует... Вот, собственно, сама дорожка, которая пролежала на крыльце с ноября месяца. Модель называется Kettler Track R3. Сейчас будем ее распаковывать. Офигеть, какая эта коробка огромная. Не закрывай. У нее здесь очень классный экран. Жалко, что он не может транслировать YouTube и другие площадки. Только какие-то составляющие вашей тренировки. Поэтому, когда сюда окончательно встанет дорожка, я на эту стену хочу повесить маленький телевизор. Мне кажется, будет очень классно. Музыка и пакет. Музыка. 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 Мама, давай Мне очень нравится Будете переходить? Каждый день? Ну, это как из рекламы Итак, мы наконец-то собрали Этот стеллаж, в котором будет храниться Разные утяжелители Кирпичи, полотенца Бутылки с водой В общем, все-все-все, что мне может понадобиться Во время тренировки Он супер минималистичный И мне в нем это нравится Как вы понимаете, в любом помещении Невероятно важно создать удобную обстановку Сейчас я уделяю внимание деталям И покупаю в этот спортзал Максимально полезные вещи, которые мне могут пригодиться В том числе салфетки, которые нужны абсолютно в любом помещении Будто ванная комната, туалетный столик или спортзал Я использую одноразовые салфетки Ziva Deluxe Они трехслойные А это значит, что хорошо впитывают А еще супермягкие, что позволяет не травмировать Чувствительную кожу лица И максимально приятные на ощупь Я обожаю их использовать во время тренировки Или после умывания Для того, чтобы аккуратно промокнуть лицо Или поправить макияж А еще их можно использовать не только в уходовых целях Но и в быту Кстати, именно у салфеток Ziva Самая классная упаковка, которая вписывается в любой интерьер Так что, девочки, это настоящий must-have Все, это включение спустя пару недель после предыдущего И знаете что? На полную реконструкцию этого помещения Ушло времени реально меньше, чем на то, чтобы дождаться все эти посылки Сейчас будет масштабная распаковка того, что мне пришло для тренировок И что будет храниться здесь Опережая вопросы, заказывала я все на Озон или Байлберис Я не знаю, смотрели ли вы мое прошлое видео Влог из Москвы Там я ходила в стретчинг на направлении кот-бара И я каждый раз смотрела на весь вот этот equipment Я не знаю, я очень люблю это слово Потому что я не могу найти хороший синоним, который отражает это слово на русском Так вот, вот это все снаряжение У них невероятно красиво Я подсмотрела, оказывается, оно от бренда Mella И поэтому практически все, что вы здесь видите, будет от этого бренда Первое, это маленькие костельки, каждая по одному килограмму У них очень необычная форма, потому что на концах у них нет расширения То есть, по сути, они просто как вот такие два бруска, которые ты держишь в руках и выполняешь упражнения Кстати, надо сказать, что держать их очень удобно, поэтому я заказала сразу два комплекта Первое, это вот эти вот килограммовые И второе, которое я еще не открыла, они весят 2 килограмма Изначально я хотела придерживаться тому, чтобы все, что у меня будет храниться в том стеллаже Было розово-черное Поэтому второй набор гантелей я заказала уже черного цвета Они в два раза больше, чем розовые И, честно говоря, я не знаю, зачем их заказала Когда я оформляла заказ, мне показалось, что мне нужны разные веса Сейчас я, конечно же, понимаю, что розовых мне вполне похватило Вы не представляете, сколько сейчас будет мусора Продолжим мы, наверное, вот этими многочисленными, но довольно легкими коробками Я в целом знаю, что внутри них Здесь брусочки для... Здесь брусочки для растяжки и йоги в розовом цвете Во всех оставшихся коробках в целом то же самое Гайс! Я очень жестко лоханулась Я сказала сразу четыре коробки этих брусков Потому что я думала, что в каждой из коробок будет только один брусок А они продаются комплектом по два Честно, это пипец, потому что теперь у меня будет восемь вот этих вот кубиков Отгадайте, что здесь? Это пипец! Я не шучу, теперь у меня их восемь штук Ладно, проехали Давайте, наверное, перейдем к этой стороне Потому что это у нас как-то плавно опустошается Здесь тоже какая-то довольно увесистая розовая коробка от Мэла Но я не помню, что там внутри Все, вспомнила В этой коробке у меня утяжелители Потому что я очень люблю их использовать Когда делаю упражнения на пресс и ягодицы Они, кстати, в таком чехольчике Вот так вот они выглядят довольно нестандартным образом Как такая гармошка Честно, я не помню их вес Либо полкило, либо кило, наверное, каждый Так, я как бы пыталась заказать все черно-розовое Пока что я вижу только розовое Давайте быстро распакуем вот эти вот мягкие посылочки На самом деле я помню, что в них просто это довольно нестандартная вещь для спортзала Так как практически после каждой тренировки я растягиваюсь Вот эта самая огромная коробка, которая пока что стоит у зеркала И сейчас я ее распаковывать не буду Там внутри находится специальный станок для растяжки Супер утрирована, это как шведская стенка, только маленькая Так вот, для того, чтобы подкладывать под коленки Я заказала вот такие мягкие подушечки Это очень удобно Я думала, они продаются каждая по отдельности И в целом мне нужно было только две подушки А здесь у меня еще две На сей раз давайте распаковим кое-что интересное Я думаю, вы такое еще не видели Это уже посылка от бренда, которая называется ColorFit Это такой специальный, тяжеленный круг для воркаутов По сути, он применяется с такой же целью, что и гантели Просто держишь ты его сразу двумя руками Крутая штука, только, честно говоря, я еще ни разу ее не использовала в тренировках Я ее просто увидела на зоне и поняла то, что она мне нужна Наши посылки как бы потихоньку уже заканчиваются Это предпоследняя посылка от бренда Мела И здесь у меня новые резинки Светло-серая, темно-серая и черная Я не помню, как называется эта штука Какой-то там роллер Ты на него ложишься спиной, ногами, совсем чем угодно И раскатываешь свои мышцы, которые наверняка забились Прикольная штучка, он просто мега легкий В отличие от моего предыдущего, который хранился дома Такая, конечно, супер маленькая коробочка Я тоже подсмотрела эту идею в S&M Stretching Потому что мне очень понравилось взаимодействовать с ним во время тренировки Абсолютно всегда в любых спортивных центрах есть полотенчики, которые ты можешь взять для тренировки Поэтому я подумала Чем мой спортзал вообще хуже? Купила 10 полотенчиков Вот такой вот набор маленьких корзинок В которые я сложу такие более чистые вещи Чтобы это было более гигиенично Кстати, это было не последнее А последнее, это просто бомбовая штука Вот такой рельефный мячик Кладете его на пол и катаете вашу стопу И вот эту штуку я уже распаку вечером Потому что там нужно что-то прикручивать Распаковываем Итак, это мой квик-рум-тур по моему спортивному залу Почему квик? Потому что помещение довольно небольшое Но надо сказать, что действительно, как я и предполагала в начале Для домашних тренировок этого вполне достаточно То есть в целом здесь есть абсолютно все, что мне нужно Для своих тренировок я больше ничего не применяю Итак, при входе мы видим дверь с вешалкой для верхней одежды Также в этой части такой небольшой хаб для функционирования этого помещения Прежде всего, это, конечно же, включатель и выключатель света Но, честно признаться, я предполагаю, что им я практически не буду пользоваться Потому что я установила LED-подсветку вокруг зеркала Но к ней мы вернемся чуть позже И одна из самых крутых штук, которая есть в этом помещении Это, конечно же, теплый пол Может регулироваться в зависимости от того, какую температуру ты хочешь Поэтому, когда ты выполняешь какие-то упражнения на полу Или ходишь босиком, это вполне комфортно Я даже больше скажу Когда ты находишься на полу, эта штука очень круто помогает разогреваться Также здесь стоит батарея, которая в летнее время года сменится на вентилятор или кондиционер Пока что я над этим думаю, но в целом она белая и выглядит довольно эстетично Переходим, наверное, к самой интересной и действительно объемной части этого рум-тура Это вот этот стеллаж, который включает в себя абсолютно все То есть все, что мне нужно для тренировок, хранится именно здесь На самом деле, еще до того, как я начала работу над этим помещением Я знала, что я хочу именно такой стеллаж, к которому можно будет подходить и брать что-либо без каких-то проблем Без каких-то шкафов Также, чтобы купить красивый экупмент и все это разложить В первой ячейке находятся мои беговые кроссовки, которые отныне, конечно же, хранятся здесь Чтобы я могла в любое время прийти и спокойно их переобуть Во второй ячейке находится все то, что связано с весами Это гантели полукилограммовые, килограммовые и утяжелители В третьей ячейке у меня хранится мой мяч для пилатеса На самом деле, я пока что не придумала, как я его буду использовать И также очень крутая вещь Это вот этот круг, который я вам уже показывала Он весит 4,5 килограмма И это больше, чем, наверное, все вот эти веса вместе взятые В четвертой ячейке просто подушки, которые ты можешь куда-то подкладывать, куда тебе это необходимо Также одна из самых гениальных идей, что мне пришла Это купить сюда бутылки с водой Потому что кулер занимал бы очень много места И бутылки в целом можно беспроблемно докупать Или для того, чтобы, я не знаю, заботиться о окружающей среде Когда одна из них закончилась просто наливать туда новую воду Следующие две ячейки занимают кубики В итоге я оставила 6 штук Этого вполне достаточно для меня Учитывая то, что помимо них у меня теперь есть специальный станок для растяжки Мне безумно нравится их форма Они очень круто выглядят в этом стеллаже И последняя ячейка, честно говоря, у меня здесь все подряд Это роллер Это мячик для стоп И также набор с резинками Единственное, что одну из них я достала Ту, которую я чаще всего использую И, кстати, справа от стеллажа у меня хранится мой спортивный коврик Который, честно говоря, нужно заменить Мне очень нравятся эти спортивные коврики от Mello Единственное, они очень быстро портятся Я не знаю, вы видите все вот эти царапины? Честно, я даже не поняла, как я их оставила И это огромный минус этих ковриков Плюс ко всему, изначально я хотела розовый Но сейчас я вижу, что этот цвет довольно классно перекликается с бутылками И в целом это выглядит круто Что касается поверхности Этой стеллажа, здесь тоже довольно много прикольного Если вдруг вам интересно, что вот это за кубик Это интернет роутер Он здесь нужен для того, чтобы интернет у меня хорошо ловил И я без проблем могла смотреть какие-то сериалы Или какие-то фильмы Или в целом лазить в инстаграме Когда я на беговой дорожке Также здесь у меня находятся часы Которые показывают время Относительную влажность и температуру в зале Потому что так как, по сути, это гараж В зимнее время здесь было очень холодно Но батарея и теплый пол в целом спасли ситуацию Сейчас здесь более чем комфортно Я даже бы сказала жарко Почти 25 градусов Идеальная идея, что мне пришла в голову Это купить корзинку и сложить сюда маленькие полотенца Для того, чтобы использовать их во время кардио Единственный минус заключается в том, что каждый раз после тренировки Если ты использовал это полотенце Приходится его нести домой для того, чтобы постирать Как вы видите, уже двое из них у меня остались дома И мне нужно их принести сюда Также здесь завалялась резинка для волос Потрясающий инсайт, который меня посетил Это идея о том, чтобы принести сюда ватные диски и мицеллярную воду Просто для того, чтобы смывать макияж перед тренировкой Девочки, хоть погода еще холодная, но солнце становится все более активным В это время я начинаю менять свой уход за кожей Ведь после зимы она буквально серого оттенка И ей нужно помочь восстановиться В начале марта я начала использовать средства с более высоким фактором SPF Для того, чтобы защитить свою кожу от ультрафиолетовых лучей Вот этот солнцезащитный флюид от Le Roche-Posay Очень легкий, не липкий, не оставляет белых следов на коже И при этом защищает ее А еще защищает клетки на уровне ДНК И снижает риск пигментации А это дневной крем от Vichy Он как раз отвечает за сияние и тонус кожи В его составе пептиды, которые отвечают за выработку коллагена За счет чего повышается ее упругость, эластичность и общий тон Все эти средства заказываю на La Moda Быстро и удобно, а еще часто бывают приятные скидки Единственное, что я так и не нашла сюда маленькое мусорное ведро Наподобие того, что у меня стоит на туалетном столике дома Чтобы я смогла выкидывать использованные ватные диски туда Также из интересного здесь у меня стоит колонка JBL Которую я включаю на полную громкость, когда прихожу сюда заниматься Ну и самое интересное, это, конечно же, часы Garmin Которые я купила пару дней назад Кто не знает, это часы, которые показывают показатели здоровья То есть пульс, насыщенность крови кислородом Также какие-то функции, которые показывают физическую усталость Уровень стресса и сожженные калории при тренировке То есть тут ты буквально можешь выбрать свою тренировку, которую ты собираешь делать И в целом все, у тебя будут полностью твои показатели в течение всей тренировки Помимо этого всего, также у меня здесь находится тренажер для растяжки Я уже говорила вам о том, что я стараюсь поддерживать свою форму, свои данные, свою растяжку Поэтому, когда я увидела вот эту штуку на зоне, я не смогла ее не заказать Изначально я планировала повесить станок на эту стену Но когда я увидела это, я поняла, что действительно это круче Потому что это ты можешь использовать и как станок, и как шведскую стенку То есть, по сути, это два в одном Один, конечно, из самых главных атрибутов для меня Это, конечно же, вот это огромное зеркало Потому что, честно, оно визуально очень расширило пространство И в целом с ним заниматься классно Оно делится на три секции И сейчас вокруг него висит светодиодная лампа И, господи, повесить ее, это просто лучшая идея, которая меня посетила После того, как я повесила эту подсветку, я вообще не включаю верхний свет И, собственно, то, что смотивировало вообще заняться обустройством этого спортзала Это, конечно же, это беговая дорожка Я повторюсь, что модель Кэтлер Трек Р3 Я покупала ее в Спортмастере Она невероятно крутая и мощная Она разгоняется до 18 км в час Также она, кстати говоря, позволяет делать уклон Я могу ошибаться, но, по-моему, до 7 То есть она поднимается примерно вот настолько Под нее я положила специальный коврик для того, чтобы, во-первых, не портить пол И, во-вторых, для того, чтобы у нее было меньше шума То, что я не могу не отметить в ней Это то, что действительно ее панель выглядит очень круто У нее большой экран, который отображает все параметры тренировки И также, помимо вот этой основной панели, которая регулирует incline и speed Эти параметры ты также можешь регулировать на вот этих боковых кнопках А вот эти железные вставочки – это индикаторы пульса Еще одна идея, которая меня посетила Это повесить прямо на вот эту стену перед беговой дорожкой телевизор Но пока что я насчет этого думаю Потому что, в целом, здесь есть специальная подставка для телефона или айпада То есть ты можешь включить абсолютно все, что ты хочешь И это будет у тебя перед глазами И, кстати, да, тут даже есть подстаканник Сейчас тут стоит пустая бутылка В целом, я безумно довольна тем, что у меня получилось Это воистину такой спортивный уголок, которого мне никогда не хватало Еще, конечно, есть что доработать Я все еще думаю насчет телевизора И плюс ко всему, я бы хотела повесить на вот это окно какие-то жалюзи Но в целом, это уже мелочи по сравнению с тем, какой объем работы я проделала на данный момент В ближайшее время, мне кажется, контент будет только отсюда Я всех очень сильно люблю, всех целую Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok